Друзья, прямо сейчас в офисе Анастасии Явлеевой проходят опыски, ее подозревают в неуплате налогов на почти 600 миллионов рублей. Также на нее подали коллективный иск на 1 миллиард рублей за то, что она провела голую вечеринку. Как вы заметили, 5 дней я держался, я не хайповал на этой теме, я не высказывался по поводу всего этого мракобесия, потому что считал, что лишний раз делать рекламу и лишний раз упоминать тех людей, которые в этом участвовали, просто не стоит. Потому что все это так низко и так подло, что об этом даже говорить не хочется. Когда 5 дней назад я увидел кадры с этой вечеринки, увидел Лолиту, увидел Киркорова, увидел Билана, увидел других участников, особенно вот этого голого парня, который бегал с носком на одном месте, мне настолько стало неприятно, мне настолько стало противно, что взрослые люди участвуют в этом, что взрослые люди, у которых семьи, у которых дети, у которых огромная аудитория транслирует это в своих соцсетях и в погоне за хайпом готовы уже и раздеться, и продаться. И самое страшное, что все это транслирует на весь мир. Потом начали следовать извинения от Киркорова, от Билана, от Лолиты, от всех подряд. И когда вот это я все смотрю в соцсетях, я думаю, господи, какие же вы все неискренние, какие же вы все продажные, какие же вы все грязные, какие же вы все хитрые. Вы просто, когда вам говорят что-то делать, вы это делаете ради хайпа, ради денег. А когда что-то идет не так, вы сразу бежите извиняться перед Дмитрием Песковым, перед своим аудиторией, перед обществом. Но искренне вы этого не делаете. Вы делаете это, потому что вам страшно. И мне настолько вот противно было на все это смотреть, все эти дни. И вчера Юля у меня спрашивает вопрос, Вань, а что происходит? Я, говорит, вижу там что-то Билан за что-то извиняется, там Киркоров что-то у меня мелькает. Я ей рассказал об этой вечеринке, и она говорит, слушай, как противно, что люди настолько низко скатились. Сейчас вы в комментариях мне напишите, Иван, а почему вы ругаетесь, ничего же страшного не произошло. Там просто один парень в носке походил, голенький, и за него весь начался сыр-бор. Ксения Собчак, которая пришла и сверкала там своими голыми грудями. И потом еще защищала всех этих участников вечеринкой, говорила, ничего страшного не произошло. В мире всегда происходят проблемы, войны, люди гибнут и так далее. Мы-то должны отдыхать, мы же бомонд. Вот, но это же все лицемерие, друзья, это просто пир во время чумы. Это все очень и очень некрасиво. Где-то в 20-х числах ноября, когда я находился на Маврикии, мне раз в пять звонили на телефон. Но так как я нахожусь в роуминге, я телефоном вообще не пользуюсь. Я считаю, что тот, кто захочет до меня достучаться, они либо в Телеграме меня найдут, либо в Инстаграм, сейчас куча соцсетей. И пять или семь раз мне звонили по телефону, я не брал. Потом я думаю, мало ли, может что-то серьезное произошло. Я через Телеграм пишу на этот номер и говорю, напишите мне, пожалуйста, голосовое, я в роуминге. Мне опять начинают трезвонить на Телеграм. А я не люблю общаться по телефону, потому что я люблю, чтобы у меня либо голосовые сообщения, либо текстовые оставались, сами знаете для чего, ну для некой подстраховки. В итоге мне опять несколько раз звонят на Телеграм, я беру трубку. Алло, Иван, здравствуйте. Мы хотели бы вас пригласить на одно мероприятие. Она говорит, мы знаем, что вы живете не в России, но если вдруг у вас будет возможность попасть на родину в 20-х числах декабря, может быть вы поедете на Новый год к родственникам, мы вас хотели бы пригласить на наше мероприятие. Мы сейчас должны уже составлять списки. У вас очень хорошая, активная, лояльная аудитория. Мы вас готовы и рады видеть. Я так про себя думаю, ну в принципе я могу приехать 16-го числа в Швейцарию в декабря, потом ребенка оставить маме и поехать свою маму посетить, заодно посетить Москву. Ну и говорю, в принципе, почему нету. А что будет за мероприятие? Она говорит, концепт я вам рассказать не могу, но я вам хочу сказать, что будут топовые артисты российской эстрады, будут топовые блогеры, музыканты, певцы. И у вас даже будет возможность петь пару своих песен, потому что у нас будет запланирован праздничный концерт. Я тут же про себя думаю, ну почему бы не съездить в Москву ради такого мероприятия. Даже можно какие-то финансы потратить, но зато пообщаться с интересными людьми, познакомиться, завести какие-то интересные связи. И я говорю, Кать, ну в принципе это возможно, благодарю вас за приглашение. Что от меня конкретно нужно? И она говорит, что единственный момент, это нужно будет находиться мужчинам топлес. Я говорю, как понять топлес? Ну я понимаю, что такое женщины, когда топлес, а мужчины? Но она говорит, что вам нужно быть без майки. И я про себя думаю, ладно, сейчас 20 числа ноября, за месяц я могу привести себя в форму. Я думаю, ладно, запишу сейчас тренажерный зал на Маврикии, похожу, восстановлю свою красивую фигуру. И в принципе, ну что, я мужчина, топлес мне что ли, жалко походить там или выступить. Ладно, думаю, это не страшно. Это вот единственное то, что она мне сказала. И вы, наверное, помните, когда я находился на Маврикии, я сразу записался в тренажерный зал, начал приводить себе форму. Мне очень важно было убрать живот, убрать свои жиры, начать приводить себя в красивую, возвращать форму. Но потом меня пригласили выступать в Германии на Новый год, потом на 23 число. И вы знаете, я так пообщался с супругой, пообщался с семьей. У нас там получается, что накладки ребенка некому было оставлять в Швейцарии. И я, короче, решил никуда не ехать, ни в какую Москву. И это, наверное, меня Бог отвел от этого мероприятия. Ребят, я, конечно, сейчас утверждать не могу. Это приглашали меня на это мероприятие или на какое-то другое, потому что мне не говорили ни названия. И когда я спросил, какие звезды эстрады планируются, она мне сказала, я вам не могу сказать, потому что мы сейчас только-только утверждаем списки. И, по сути, это как бы еще секретная информация. Поэтому мне имен никаких не называли. Но когда я увидел в Инстаграме в 20-х числах вот эту вот вечеринку, почему-то у меня некий пазл сложился. Но когда я увидел Киркорова в этой прозрачной маечке, когда я увидел Билана, когда я увидел других звезд эстрады, когда я увидел Ксению Собчак и вот этого пацана Топлес, понимаете, это и называется Топлес, с носком на майке, с носком на своем писюне. И этот пацан тоже музыкант и тоже блогер. Я про себя думаю, господи, так получается, если бы я был там, наверное, мне тоже бы сказали, а давай вот на писюнчик надень что-нибудь, побегай там голышом для фотографий, а мы тебе песню до нее спеть. Я про себя думаю, господи, как же хорошо, что меня просто пронесло. Потому что, знаете, вот они заманивают очень красиво. И такое ощущение, вот действительно у меня складывается после вот этого шабаша, такое ощущение, что людей просто продают. Это настолько страшно. И вот этого парня 25-летнего, я не знаю, уж сам этот носок нацепил, или действительно вот так вот манипуляцией, может быть, ему сказали паренек, его уж никто не знал, что это вообще за блогер, что это вообще за певец, вы хоть знаете, что он поет? Ну то же самое, что я, да, меня там никто не знает, никто не слышал. Только моя какая-то вот узкая аудитория. И вот мне бы сказали, надень что-нибудь на письме, ну либо там раскрасили что-нибудь, да, или что-нибудь еще сказали сделать. А ты споешь. Только, понимаете, я уже умный человек, и я оценил все факторы, все риски, вообще нужно мне это, не нужно. Я посчитал, что мне семья на Новый год важнее. Ребенок важнее, его оставлять не с кем, да, там еще что-то. Ну то есть, если на такие мероприятия ехать, то это может быть лучше с женой ехать, с семьей ехать. То есть, я уже как взрослый человек, я понял, что какие-то вещи, они, ну, в моем возрасте уже, может быть, некорректные. А пацан этот 25-летний, он просто, наверное, не понял. Ему сказали, вот сделай, сделай, будет круто, и вообще прославишься сейчас. Вот он и прославился. Ну, хотя, может быть, он сейчас после тюрьмы, после 15 суток выйдет, и у него будет миллионы просмотров, может быть, это тоже слава. Но когда я увидел в Инстаграме всех этих Киркуровов, Собчак, Ивлеевых и Биланов, то мне, конечно, стало противно. И я думаю, Господи, слава Богу, что я туда не попал. Поэтому, друзья, у нас всегда в жизни есть знаки, и вот этот знак, и если честно, я сначала нервничал из-за того, что так получилось, что вот, да, мне нужно с ребенком находиться в эти числа. А потом, вот сейчас я думаю, Господи, слава Богу, и слава Богу, что я этот знак почувствовал и прочитал. И слава Богу, что я не попал на эту вакханалию. Я вот только сейчас на пятый день начал это все осознавать, и мне стало просто хорошо от того, что я имею свою голову на плечах и благодарен вам тоже за поддержку, которую вы мне всегда оказываете. Но вот то, что произошло, оно, конечно, произошло, и я считаю, что публично, эти люди, конечно, и извинились уже, да, публично каждый должен быть, вот, признать свою некую вину и просто больше в это все не влазить. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и слушайте мои песни на Spotify. Я все-таки хочу продвигаться красивым и аккуратным путем по жизни.